Сегодня Михаил Игнатьев встретился с сити-менеджером Чуваксар. Глава республики обсудил с Алексеем Ладоковым, как Чувашская столица завершает этот год и какие проекты власти намерены реализовать в следующем. Подробности в следующем материале. Первостепенная задача для городских властей обеспечит наполняемость муниципальной казны. Глава республики отметил, что сейчас необходимо активизировать работу по сбору налогов. Доходная часть бюджета города Чуваксар увеличилась практически в два раза. В 2010 году она была около 4 миллиардов, в 2014-2015 уже более 8 миллиардов. Понятно, что здесь и наша более эффективная работа, понятно, что и республиканская, конечно, поддержка, но и федеральная. В ближайшее время должна быть сокращена и задолженность по заработной плате на предприятиях города. У кого есть задолженность, понятно, нам надо смотреть, управлять в ручном режиме, чтобы не закрывать производство. Это тоже очень важно, очень значимо, ибо люди, оставляясь без зарплаты, будут поднимать уже другие вопросы. Уплотнительная застройка в городе остается под запретом. Михаил Игнатьев поставил задачу создать в Чуваксарах как можно больше зон для отдыха. Финансирование программ по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и детских площадок не сократится, отметил городоначальник. Считаю, что городу была оказана серьезная поддержка. Мы смогли реализовать на территории города несколько социальных проектов, вопросы по транспортной инфраструктуре. Построили детские сады, строили и строим спортивные комплексы на территории города. Их не строили 10 лет. В следующем году в городе намерены выделить средства на реконструкцию дорог и строительство новых развязок. Благоустройство города будет продолжено. В Чуваксарах необходимо отремонтировать еще 30% дворов. Эту работу планируют завершить до конца следующего года. Если мы взяли эти прибыли, то мы их должны выполнять. То, что вы говорите сейчас во влече гаража, в управлении городскими делами, это очень важно, это очень значимо. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика.